МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Барановичи с рабочей поездкой посетил министра спорта и туризма Сергей Ковальчук. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 42689 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Зарегистрированы 60 713 человек с положительным тестом на коронавирус. Всего проведено 939 524 теста. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 373 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией. Барановичи с рабочей поездкой посетил министра спорта и туризма Сергей Ковальчук. Глава ведомства знакомился с работой ряда профильных объектов, а также встретился со спортивной общественностью города. 24 июня наш город с рабочим визитом посетил министра спорта и туризма Республики Беларусь Сергей Ковальчук. Программа пребывания почетного гостя была расписана буквально по минутам. После приема граждан по личным вопросам, который прошел в стенах горосполкома, Сергей Михайлович вместе с зампредседателем Вадимом Щербаковым, начальником отдела спорта и туризма Сергеем Пивошим, директором Бресского областного спортивного клуба Федерации профсоюзов Беларуси Федором Калинкевичем посетил ряд спортивных объектов города. В частности, дюш по боксу, с дюшер единоборств и велоспорта, с дюшер по легкой атлетике, с дюшер профсоюзов по спортивной гимнастике и боксу, городской диспансер спортивной медицины, где отметил созданные условия для реабилитации как спортсменов, так и жителей города. Сергей Ковальчук отметил, что сделано уже немало, на некоторых объектах еще нужно приложить руку и навести порядок. Мы должны все трудиться, работать и работать, только все сообща, все вместе мы можем выстроить правильную систему в спорте, во всех видах спорта. Сегодня это социальный проект, сегодня мы должны вовлекать в спорт детей, сегодня это профилактика, это здоровый образ жизни. Каждый третий спортсмен зачисленный в национальной команде Республики Беларусь по видам спорта – воспитанник профсоюзной школы. Ежегодно учреждения готовят около 500 юных спортсменов, которых передают в заведение высшего звена. Спортсмены, которых взрастили профсоюзные школы, сегодня известны во всем мире. Среди них теннисисты Виктория Азаренко и Максим Мирный, некогда выходцы спортивной школы профсоюзов и многие другие. У нас очень много участников международных соревнований, участников чемпионатов мира и Европы, также передача высшее звено. У нас, скажем так, сегодня занимается 5300 учащихся в наших школах. И из этих 5000, то есть вы понимаете, это и дети младшего возраста, и дети старшего возраста, которые сегодня более 100 человек входят в составы национальных команд Республики Беларусь по различным видам спорта. В штате профсоюзных спортшкол сегодня опытные тренеры, которые находят талантливую молодежь по всей стране. В том числе работают с ребятами на селе, в небольших городах, приезжают искать таланты в глубинку. Так на Брещене функционируют 9 школ в сельской местности. Сегодня у нас культивируется 20 видов спорта. Только из них два вида неолимпийских, остальные все олимпийские виды спорта. Сегодня очень у нас развита легкая атлетика. Школа является передовой, центральная школа по легкой атлетике города Бреста является передовой в Республике Беларусь. Также школа по гребле на Байдарках и Кануе, и гребле академической, это Пинского Полесского государственного университета. Сегодня мы гордимся школой барановической гимнастики и бокса. Материальная и техническая база учреждений физической культуры и спорта профсоюзов постоянно поддерживается. На ремонт и модернизацию объектов выделяются денежные средства. Больших вопросов у нас на сегодняшний день нет, потому что и финансирование соответствует, и в принципе помогает нам и Федерация профсоюзов в этом плане, чтобы поддержать наши спортивные школы. Поэтому, скажем так, что мы достойно сегодня представляем Республику Беларусь и нашу область на международных соревнованиях. Состоялась также встреча со спортивной общественностью города, во время которой министр рассказал об основных тенденциях развития спорта в Беларуси, работе профильного министерства в области, нормотворческой деятельности. 26 июня – большой праздник для работников органов прокуратуры. 98 лет со дня образования прокуратуры Республики Беларусь – важнейшего государственного института, который стоит на защите интересов республики, общества и каждого человека. Без этого государственного органа современную жизнь представить уже невозможно. Главное в работе прокурора – видеть проблему, вскрыть причины, ее породившие, принять исчерпывающие меры по искоренению недостатков, тем самым восстановить нарушенные права граждан и государства, защитить их законные интересы. Сегодня поздравления принимают и сотрудники Барановичской межрайонной прокуратуры. Председатель Барановичского горосполкома Юрий Громаковский провел прием граждан по личным вопросам на автоагрегатном заводе. Всего на прием к мэру записались 9 человек. По всем поступившим обращениям заявители получат обстоятельные ответы в самое ближайшее время. Вопросы благоустройства, здравоохранения, пассажирских перевозок – эти и другие темы – стали предметом обсуждения во время приема граждан по личным вопросам, который провел председатель горосполкома Юрий Громаковский на автоагрегатном заводе. Со своими проблемами к мэру обратились 9 человек. Так, на прием пришла горожанка. Женщину волновал вопрос медобслуживания. Не так давно она переехала в новый дом, расположенный во втором переулке по Олескам. В новом жилом районе в конце улицы Вильщиковского. Жильцы хотят понять, в какой поликлинике и у какого врача они должны обслуживаться. На данный момент взрослые обслуживаются в третьей поликлинике, а дети – в поликлинике на Северном. Глава города поручил изучить проблему главному врачу Центральной поликлиники Василию Романовскому. Также в центре внимания – ремонт дворовых территорий в районах многоэтажной жилой застройки. Так, жительница дома номер 11 по улице Курчатова попросила помочь навести порядок с дорожным покрытием дороги к подъездам. Как проходит в дожде, пройти негде, потому что все это выбрано, все это вружу, и если машина проезжает, даже не будет заступить. С аналогичной просьбой обратилась жительница дома 17-7 на улице Наконечниково. Просим Вас, помогите, пожалуйста, там такие ямы у нас большие, нету ледневой канализации, и поэтому, когда сильный дождь, вода вся подтопляет подъезды, начиная со второго подъезда и уходит в органы подъезда. И вся стоянка получается просто в ужасном состоянии. Решение по двум просьбам одно. На данный момент ямочность устранят с помощью асфальта-гранулята. Надо посмотреть, надо подойти, то, что там, если есть, значит, ямы, на самом деле, тоже большие, мы давайте таким же путем пойдем, как и по Порчатова-11. Значит, в этом году мы только, если вот эти ямы, асфальт-гранулят. Еще одна работница завода задала вопрос, касающийся проведения канализации в район жилой застройки улицы Кабушкина. Ответ прозвучал незамедлительно. Учиться к центральному водоотведению, значит, есть возможность, и водоканал сегодня, значит, техусловия выдает. Сегодня задача одна, значит, создается там кооператив или один человек, инициатор, значит, берутся техусловия в водоканале. Делается проект, значит, люди, значит, выходят, значит, или водоканал, или какую-то организацию, значит, понятно, чем больше людей, тем там дешевле. И тянутся в сердце, и врезаетесь, и есть сегодня возможность. Вот эта возможность сегодня создана. Также во время приема прозвучала просьба от заявительницы не размещать остановочный пункт у калитки дома, где проживает ее мама. Маме было предложение чуть-чуть вперед перенести ее, но раз нельзя, можно было остановку расположить напротив остановки, которая идет в сторону таможни, в сторону улицы Угрунтовой. Несмотря на то, что при выборе места для остановки были соблюдены все нормы, улицу обследовала спецкомиссия, мэр города поручил своему заместителю Дмитрию Тихно еще раз изучить ситуацию и дать заключение по вопросу. В Барановичском государственном университете начал функционировать личный кабинет абитуриента. Используя его, поступающие смогут заранее заполнить электронную анкету и зарегистрироваться в электронной очереди на удобное время, что позволит существенно сократить время приема документов. Для подачи документов необходимо лично явиться в приемную комиссию адрес улица Войкова, 21, учебный корпус 2. Не позднее даты окончания приема документов на выбранную специальность. Взяв с собой необходимый пакет документов, создать личный кабинет можно на сайте абитуриента Баргоу. На время жары жителям советуют отказаться от каблуков, косметики и синтетики. Основной риск для здоровья в жару связан со сгущением крови и повышенным риском образования тромбов. При повышении температуры воздуха необходимо соблюдать профилактические меры. Испытание теплом является не менее серьезным для организма, как и испытание холодом. Некоторым жаркая погода очень нравится, но когда температура воздуха поднимается выше 36 градусов Цельсия, температуры человеческого тела в организме меняются процессы терморегуляции, в которых активно участвует сердечно-сосудистая система. Все это приводит к проблемам. Если говорить о группе риска, то в группе риска находятся лица с хроническими заболеваниями, маленькие дети, они склонны к перегреванию, а также те, кто страдает избыточным весом и ожирением. В жаркую погоду, конечно, лучше всего снизить поступление лишних калорий и увеличить теплодачу. Поэтому с этой целью рекомендуется пересмотреть свой пищевой рацион, отдавать предпочтение продуктам с низкой энергетической ценностью. Поэтому желательно исключить из рациона продукты высококалорийные, это продукты животного происхождения, а также с высоким содержанием сахара. Кроме того, нужно быть осторожным в отношении мороженого. Оно только создает иллюзию охлаждения. А на самом деле это достаточно калорийный продукт. Предпочтение лучше отдавать фруктам, ягодам, овощам. Они содержат много воды, которая требуется организму в жаркую погоду. Также следует оптимизировать прием жидкости. Если говорить по поводу питьевого режима, то предпочтение лучше всего отдавать обычной кипяченой или бутилированной воде. У кого нет противопоказаний, можно пить минеральную воду. Крайне осторожным нужно быть с алкогольными напитками, потому что в жаркую погоду, это касается и пива, в жаркую погоду эффект опьянения происходит гораздо быстрее и состояние становится еще более тяжелым. Кроме этого, алкогольные напитки, они все обладают достаточно высокой энергетической ценностью. Что касается теплоотдачи, то ее легко можно регулировать с помощью одежды. Одеваться необходимо в легкую, светлую, просторную одежду из натуральных тканей, которые не препятствуют дыханию кожи и не приводят к перегреванию организма. Синтетическое белье создает парниковый эффект, благоприятную среду для размножения патогенных бактерий. А узкая обтягивающая одежда затрудняет дыхание и нарушает теплообмен организма. В это время необходимо отказаться от обуви на высоких каблуках. А мамам и папам нужно запомнить следующее. У детей несовершенна система терморегуляции. Поэтому они страдают от жары и перегреваются быстрее, чем взрослые. Родители должны помнить, что если жарко им, то точно так же жарко и их ребенку. Поэтому летом тоже следует детям одевать легко, девочек в платье желательно, исключить джинсы, плотные теплые кепки, бейсболки. И тоже должна быть самая главная убедительная просьба для родителей не одевать детям в летнюю жаркую погоду кроссовки. Лучше всего открытые сандалии, босоножки, также из натуральной кожи. Кто-то любит жару, получает удовольствие от каждого лучика солнца и обожает плавиться на пляже. Кто-то ее не выносит, все лето прячется в тени и осенью выделяется в толпе молочно-белым цветом кожи. Но и те, и другие одинаково подвергаются опасности получить удар – солнечный или тепловой. Если рядом с вами кто-то получил тепловой удар, следует немедленно перенести пострадавшего в тень, уложить, поднять ноги, чтобы кровь притекла к голове. Следите за тем, чтобы человек обязательно дышал. Следом немедленно вызывайте скорую помощь. Официальное открытие третьего трудового семестра 2020, посвященного 75-летию Великой Победы, состоится 28 июня в День молодежи на площади государственного флага Беларуси. В торжественной церемонии вручения трудовых путевок примут участие около 400 представителей студотрядовского движения из разных регионов страны, в том числе сводные отряды трудовых проектов этого года. Все белорусская молодежная стройка, город молодости, островец Белорусская АЭС и Атлан-2020. Во время церемонии запланированы парад студотрядовских флагов и премьера новой песни движения «Гимн БСО». На территории историко-культурного комплекса «Линия Сталина» состоится молодежная трудовая акция «Працуем разом». Бойцы студотрядов высадят в честь 75-летия Победы 75 хвойных деревьев, покрасить детскую площадку, благоустроят дорожки и окопы, помогут очистить поверхность техники от старой краски. Завершат праздничный день студотрядовские квесты «Экскурсия по линии Сталина». К слову, победителя квеста ждет главный приз – катание на бронетехнике. Этой информацией мы завершаем сегодняшний выпуск. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин